Сегодняшняя тема. Фасоль. Не стоит недооценивать фасоль, которую многие используют как дополнение к гарниру. Фасоль в любом виде можно использовать как самостоятельное блюдо, так как в 200 граммах фасоли содержится почти 30% дневной нормы растительного белка. Высокое содержание магния позволяет продлить здоровье сосудов, а потому совсем исключать фасоль из рациона точно не стоит. Однако важно понимать, что увлекаться этим продуктом не стоит. Свекла. Этот овощ появился на столах наших предков сотни лет назад, и до сих пор остается одним из основных в нашем рационе. Увлечение свеклой похвально, и все же стоит помнить, что в одной свекле содержится примерно 12% углеводов, хотя сама по себе свекла не так уж калорийна. Конечно, чтобы получить необходимое количество фолиевой кислоты и других полезных элементов, важно разнообразить свой стол данным продуктом, но не чаще одного раза в неделю. Картофель. Самый популярный овощ в наших широтах. Прелесть картофеля в его универсальности, ведь его можно добавлять почти в любое блюдо. Кроме того, картофель богат марганцем, цинком и железом. На первый взгляд, идеальный продукт для поддержания здоровья. Отчасти это так. Но для тех, кто стремится похудеть, картофель не так уж безопасен, ведь в нем содержится неимоверное количество крахмала. Если уж вы не можете обойтись без картофельных блюд, старайтесь запекать овощи или варить. Сельдерей. Хотя сельдерей считается важным продуктом для диетического стола, многие специалисты предупреждают, что сельдерей может быть опасен для людей с проблемами ЖКТ. Несмотря на наличие полезнейших микроэлементов, большое количество эфирных масел может спровоцировать дополнительные проблемы аллергического характера. Кроме того, во время менструации общее состояние может ухудшиться, если вы будете злоупотреблять овощем в эти дни. Будьте аккуратнее.